Библейский портал экзегет.ру представляет Ему больно, ему плохо. Слушайте, вот так бывает, когда у человека какие-то проблемы, и он срывается на близких. Ну, друзья, а чаще на членах своей семьи, потому что их-то можно поругать. Начальника на работе не поругаешь. Но Иов ругает самого главного начальника еще хуже, чем друзей. Бога он ругает. То есть проблема не в том, что он, скажем так, вымещает свою злость на своих друзьях. К ним он еще довольно мягок. Богу он обращает более суровые упреки. Ему не нравится этот мир. Он хочет вернуть билет, как у Достоевского, братья Карамазовых. Почтительно возвращаю билет Творцу. В принципе, он об этом и говорит, что вот надо все рассотворить с самого начала своей речи, что лучше бы не было бы умереть при рождении, при родах. Не вот в 12 главе он отвечает очень лично. Впрочем, он везде отвечает очень лично, но вот это его речь, пожалуй, самая личная из всех. Так отвечал Иов. Вот люди так люди. Это про ее друзей. Мудрость жива лишь пока вы живы, но ведь у меня есть разум, я ничем вас не хуже, да и кто же всего этого не знает. То есть ему друзья пока отвечают общими словами о величии Бога, о том, что праведнику будет хорошо, грешнику плохо. Да-да-да-да, слышал-слышал, как же. Но на меня-то посмотрите. Я стал для друзей посмешищем. Вот, мол, как Бог ему ответил, над праведным и непорочным насмехаются. Разве они над ним насмехаются? Такого пока не было. Они говорят, смотри, Бог наказывает грешника, оправдывает нечестивца, но все оправдывает, простите, праведника. Ну, все в целом понятно, да? Но это звучит для его как насмешка, ровно потому, что с ним иначе, да? Правильные слова могут звучать насмешкой, если они сказаны не в том контексте и сказаны человеку, у которого другой просто жизненный опыт, другая ситуация. Кто благополучен, смеется над бедствием, и кто крепко стоит над пошатнувшимся. Тут можно очень по-разному перевести. Другой вариант перевода. Пусть сгорается стыда, кто легкомыслен, но кто едва пошатнется, несчастье тут как тут. Трудно сказать, тут такой текст сложный, еврейский, но в любом случае он сравнивает свое несчастье и вот этих друзей, которые как бы смеются над ним вот этими своими формально правильными комментариями. А при этом как жизнь-то устроена. А дома разбойников процветают, и кто Бога гневит, не знает, бед словно держит его в руках. Универсальное обвинение, слушайте, вот я уверен, хоть через сто, хоть через тысячу лет будут эти слова читать. Дома разбойников процветают, да куча примеров вокруг. Так спроси же у зверей, они объяснят. Птицы небесные тебе расскажут. Разузнаем земли, она объяснит. Рыбы морские тебе поведают. Кто же из них не знает, что так устроил Господь? Вот друзья ему говорят, это мудрость, тут Господь такой великий. Он говорит, да вообще-то это рыбы морские могут тебе этому научить, хотя рыбы у нас, как известно, не разговаривают и особой мудростью не отличаются. Но, очевидно, отсылка к творению, сотворению мира. Звери, птицы, рыбы, они сотворены Богом. И вот как бы сама природа нам подсказывает, мир сотворен Богом, в нем есть какой-то элемент божественного замысла. И значит, все, что в этом мире происходит, в том числе страдания, смерть, несправедливость, угнетение, это устроено Богом? Какой кошмар. Вот его поэтому и вопит. Кто же из них не знает, что так устроил Господь? В руке его дыхания всякой жизни, да и дух любого человека. Господь, мы привыкли говорить, всесильный, всеблагой, всемогущий. Прямо выстреливаем триаду такую. Всесильный, всеблагой, всемогущий. А в мире есть зло. Он не может его исправить, как он всесильный. Он не хочет его исправить, как он всеблагой. И, может, он о нем не знает, тогда он не всеведущий. Нет, не получается. В руке его дыхания всякой жизни, да и дух любого человека. Разве не ухо различает слова, и не небо чувствует вкус? Такая поговорка как бы. Но мы же слышим и чувствуем вкус, да? То есть мы способны оценить происходящее вокруг нас адекватно. Так и мудрость найдешь у стариков, разум у тех, чьи век долг. К чему бы это он говорил про стариков? Сам он старик, ну, вообще, раз у него было 10 детей, явно не юноша, но и друзья его тоже, кто его знает, сколько им лет. Это, как оказалось бы, традиционная мудрость. Но вот смотрите, есть природа, да, которая говорит нам о том, что у нее есть творец, и она вот так устроена. Есть опыт людей, которые вот в стариках, прежде всего, воплощаются. Он говорит примерно то же самое, что жизнь полна страданий и несправедливости. А это все от Бога. У него и мудрость, и мощь, у него и замысел, и разумение. Если он разрушит, никто не восстановит. А кого он заточит, тому не выйти. Он удержит воды, они иссякнут, а выпустит, все сметут с земли. Вот засуха, либо наоборот наводнение, все от Бога. С ним и сила, и удача в его власти, и обманщик, и обманутый. С советников он гонит босыми, судьи выставляет глупцами, с царем он срывает поясы, тряпьем обматывает бедра. Священников гонит босыми, и крепко стоящих сбивает с ног. У досточтимых отнимает речу старейшин, лишает рассудка, благородных покрывает позором, и могучим развязывает пояс. То есть вот жизнь любого человека в руке Бога, никто не силен настолько, чтобы быть уверенным в своем благополучии, и все это ужасно, и значит, он отвечает за все то, что происходит в мире. Более того, не только в человеческих судьбах, но и в природе, в той самой природе, рыба-птица, о которой он только что говорил. Он раскрывает глубины мрака, и кромешную тьму выводит на свет, возвышает народы и губит, то расширит их владение, то отнимет. Отнимает разум у вождей народов, гонит их по пустыне, по бездорожью, и во тьме, без света, бредут на ощупь, а он их водит кругами, как пьяных. Это очень хороший, кстати, образ. Вот когда у народов все плохо, оказывается, их вожди, они обезумели и ходят по пустыне кругами, да, вроде движения есть, а результата нету, все на одном и том же месте оказывается, бесконечное повторение. И это все от Бога, ведь Господь же величайший в этом мире, значит, он вот так решил сделать, как ужасно, что в этом мире он действует именно так. И в 13 главе он продолжит уже более лично, уже применительно к себе самому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok